Потому что пока у нас, например, был Советский Союз, где, как естественно всем известно, всех священников расстреляли, а потом все их семьи вывезли на баржах в Ледовитый океан и там утопили, но откуда-то, тем не менее, у нас образовался патриарх, только при большевиках, раньше его не было, как мы знаем, с 1613 года, вот у нас патриарх был, до Петра Первого он был, а после Петра Первого его не было, всем управлял Священный Синод и оберпрокурор Оно Го было с номинальным главенством монарха, а при Ленине у нас отделили церковь от государства, и так как церковь больше вообще ни на что не влияла, разрешили у нас патриарх Тихон, потом, когда он умер… Кто такое решение принял разрешительное? А, так сама православная церковь и приняла, ну её отделили от государства, всё, мы больше в дела православной церкви в лице верховных властителей, больше никак не вмешивались в принципе, они могли бы вообще самораспуститься или наоборот, как-то укрепиться и возрасти – это никого абсолютно не трогало. Ну вот у нас, да, у нас Православная церковь снова избрала патриарха Тихона, патриарх Тихон на первых порах активно возглавил борьбу Русской Православной церкви против большевиков, всеми силами мешая установления советской власти, конечно, но потом он раскаялся. Говорят, ему там чуть ли не иголки под ноги запихивали, чтобы он раскаивался, но это, конечно, враньё. Когда он умер в силу того, что вот так повела себя Православная церковь, новую патриарху избрать не дали уже советские власти, и остался мест оборудитель Патриаршего престола, т.е. в Рио, а потом уже при Сталине избрали Патриарха Сергия, потому что Русская Православная церковь одумалась и стала во время войны вести себя прилично и помогать родной власти. Т.е. руководство осознало, что это их страна, их народ, и ему надо помогать? Ну, во-первых, руководство имеет прямое установление, что всякая же власть от Бога, ну и большевики, значит, тоже от Бога. А тут у вас, пожалуйста, ваше паство, ваше паство убивают, между прочим, по-настоящему, и вы должны этой пастве помочь, это ваша святая обязанность. Ну вот, они так и сделали, взялись за ум, и, конечно же, при большевиках, коммунистах речи не было об отделении, например, Украинской Православной Церкви от общего тела Московской Патриархии, просто почему? Да потому что хозяйствовать вместе удобнее, потому что церковь – это гигантских размеров хозяйства, это не только вопросы нравственные, вероучительные, догматические, это гигантское хозяйство, когда вы все вместе, хозяйствовать удобнее.